ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101 Владимир Сметанин не нарушает почти Новые правила техосмотра еще не вступили в силу, но уже зашла речь об их несовершенстве В частности, ГИБДД беспокоит то, что фото автомобилей, которые приезжают на пункты ТО, легко можно будет достать из базы и отредактировать Например, убрать трещину на лобовом стекле или заменить государственный регистрационный знак Госавтоинспекция призвала Министерство транспорта учесть эти риски ГИБДД в начале теплого сезона напомнила велосипедистам о том, как надо передвигаться, чтобы не быть наказанными Попасть на штраф в 800 рублей можно за переезд пешеходного перехода, движение без использования рук или только одной руки Перевозку пассажира на багажнике Если велосипедист при этом находится под градусом, то сумма взыскания вырастет до 1500 рублей Все это относится к гражданам возрасте от 16 лет Трасса 101 Кроссоверу Opel Crossland назначили рублевую стоимость минимум 1 миллион 700 тысяч Машина похожа на Opel Mokka нового поколения Оснащается она 110-сильным бензиновым мотором объемом 1,2 литра Трансмиссия 6-ступенчатый автомат В списке опций есть проекционный дисплей, система контроля усталости водителя, мониторинг слепых зон, панорамная камера заднего вида Трасса 101 На автовазе очередной ценный, выписанный из-за рубежа кадр Главным дизайнером предприятия стал испанец Алехандро Мессонеро Романос Раньше он, в частности, работал на Volkswagen, а также трудился над созданием внешности некоторых моделей Audi и Seat Традиционно в Тольятти не говорят, сколько будут платить иностранному специалисту Добавлю, с 2011 года шеф-дизайнером автоваза был британец Стив Маттин То, как выглядит Lada Vesta или Lada X-Ray, это его работа Трасса 101 Наступление в России эры электромобилей откладывается Если раньше власти заявляли о том, что доля электрокаров достигнет 5% к 2025 году То сейчас в качестве ориентира называется 2030 К тому же сроку до 2% якобы вырастет доля беспилотного транспорта По официальным данным, в прошлом году наши соотечественники приобрели почти 700 новых электромобилей Это почти в два раза больше, чем в 2019 На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания